В апреле этого года Василию Головнину, мореплавателю и вице-адмиралу исполняется 245 лет и 200 лет его сыну Александру Головнину, который в свое время занимал пост министра народного просвещения. Оба сделали немало для родного села Гулынки Пронского уезда. В качестве наследия отца и сына осталась богатая библиотека. Все эти книги и гравюры из фондов музея-заповедника. В некоторых из них пометки, сделанные рукой самих владельцев Головниных. И вот как раз сын, ну и Василий Михайлович эти книги и дарили, и передавали другим организациям, и конкретно людям дарили. То есть они не сидели на этих книгах, а в общем-то давали возможность им пользоваться, им пользоваться большому кругу лица. И семейные библиотеки, конечно, это замечательное явление. Они говорят и о культуре рода, и вот создают ту среду, которая способствует просвещению личности. По книгам семейного собрания можно предположить не только интересы и вкусы владельцев, но и отражение их жизненного пути. Путешествие российского императорского шлюпа из Кронштадта в Камчатку. Или сокращенные записки флота капитана-лейтенанта Головнина. Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев. О второй кругосветной экспедиции Василия Головнина рассказывает путешествие вокруг света по повелению государя-императора. На этой выставке экспонируются афорты с гербовым экслибрисом с надписью «Библиотека Головнина», часть из которых выполнена по рисункам художника Тиханова, сопровождавшего мореплавателя в экспедициях. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».